привет всем конец мая сегодня днем было плюс 30 одним словом жара и одновременно расцвела акация калина и бузина воздухе просто сногсшибательные и очаровательные ароматы как всегда поэкспериментирую попробую придумаю и хочу сделать такой же здесь лято с таким прекрасным ароматом для начала нужно нарвать цвета акации перед вами цветы калины бузины все остальное цвет акации дадим этим ароматным цветам отдохнуть на чердаке часов 15-20 бузины потомятся подвергаться цвет акации бузины и калины провел на жарком чердаке почти сутки подгарился стал еще более ароматный насыщенный буду ароматизировать зерновой самогон с помощью этого букета цветов для этого я возьму решетку с которой я делал джин помещу все эти ароматности сюда и будем делать ароматный спирт первым делом помещаем цвет акации поверх цвета акации помещаем цвет бузины отрываем лишних стеблей что было поменьше этого зеленого и цвет калины далее для того чтобы сформировать более такой знаете кондитерский аромат ближе к медовому я думаю хорошо подойдет корица в палочках и также бадьян для того чтобы оттенить ароматы эти медово-цветочные я возьму немножко цедры лимона я думаю она придаст также остроты по вкусе посмотрим это эксперимент это фантазия заливаю 600 миллилитров водички чистой и туда же зерновой спирт крепостью почти 90 тоже миллилитров 600 начинаем разогрев разогрев начинаем на небольшой температуре что постепенно нагревался наш спирт и постепенно проникал в травы и цветы мощность скидки 1 киловатт аппарат спиртмаш подключил дефлегматор охлаждение небольшое потихонечку я так подумал если вода вытекает теплая пусть она немножко делает предохлаждение начинаем двор головных фракций отбирать буду совсем немного буквально миллилитров 15-20 дабы скажем так промыть систему отобрали совсем немного головных фракций меняем емкость и уже пошло наше среднее тело интересно узнать какой же запах дистиллята перегоняю на одну киловатте не спеша струйте проще нет бюджет капельками и так хороший приятный цветочный аромат но есть чувствуется спиртовая доля сильная ну потому что подключен дефлегматор я думаю переразбавление к 40 оно уйдет ну как я и думал приятный хороший цветочный медовый аромат отобрал я основной фракции чуть более чем 400 миллилитров крепость наверное где-то под 90 смешиваю основную фракцию чистой водой примерно до крепости 42-45 дистиллятр распален до 42 градусов пусть отдохнет не от 3-4 и потом его уже отведаем друзья начинаю дегустацию ароматной водки и назвал я белая акация а закушу ее шашлычком из индейки наливаю данный дистиллят это моя фантазия посмотрите что у меня получилось итак на запах насыщенный цветочный кондитерский аромат для удочного аромат это даже для ароматной водки очень непривычно разбавлено до 42 и постояла она у меня еще недельку на отдыхе пробуем мягкая на вкус ощущается цветочность вместе с они сам они сдают именно бадян вернее бадян дает эту самую кондитерскую нотку неплохо неплохо но нужно еще немножко поработать итак шашлычок сало пожаренное подают именно вы знаете аромат ценного шашлычка пробуем мягкий вкусный сочный я наверно стану именно фанатом шашлыка из индейки это как свинина но только нежнее сочнее и мягче и намного насыщеннее она хорошо убирает вкус и аромат маринада и ну очень вкусно очень так изысканно я одобряю так что шашлыка из индейки я рекомендую именно сало сало придает свою такую вот нотку костра нотку зажарить вот такой вот вторая дабы разобраться какой у нее настоящий вкус хороший результат рекомендую но скажу так если будете делать цвет акации лучше больше подсушить потому что чувствуется именно такая нотка зелености нотка растения хлорофила ее нужно убрать для этого нужно просто суток двое-трое хорошо подсушить цветы акации а так спасибо всем за внимание ставьте лайки для меня это ваша благодарность мне очень приятно новые подписчики добро пожаловать подписывайтесь всем пока спасибо за просмотр! спасибо за просмотр! спасибо за просмотр!